Всем привет, друзья! Меня зовут Нагихьяна, и я рада вас видеть в своей новой рубрике, которая посвящена кето-питанию. И я в этом видео хотела бы рассказать, как вообще мы пришли к кето. Мы, это я и мой муж, мы это делаем вместе. Собственно, как мы пришли к кето, почему именно кето, и какие основы, так скажем, нужны для того, чтобы начать худеть и чувствовать себя прекрасно с кето. Итак, друзья, мы начинаем! Ну что же, начну с самого начала. Друзья, пока мы жили в России, все было чудесно, мы кушали то, что мы хотели, то, что нам нравится, и никогда не думали о том, чтобы нам такого бы этакого изменить. Конечно, были попытки правильно питаться на ПП, менять какие-то продукты на более натуральные и так далее, но все эти попытки, так скажем, не приводили к желаемому результату, а результат был какой? Конечно же, похудение. И когда мы приехали уже в Венесуэлу, да, мы здесь живем, кто не знает, мы здесь живем уже практически полгода, и первая проблема началась прямо в отеле. И это, конечно же, питание. Почему, друзья? Потому что Венесуэла, это страна в Латинской Америке, здесь любят все жарить в масле, все жирное, все с таким количеством, не знаю, жира, что просто стало страшно в один прекрасный момент. И, конечно же, на таком питании ты долго не протянешь, то есть ты начинаешь набирать очень активно лишний вес, потому что в ресторанах подают пасту, пиццу, различные паэльи, чебуреки, в нашем понимании у них это называется по-другому. А репы, импанады, в общем, все национальные блюда Венесуэлы жарятся в масле. Плюс ко всему, они все любят делать из кукурузной муки. И, собственно, вот такие блюда были у нас в отеле. То есть на завтраке мы могли поесть яичницу или кашу, да, кофе выпить с молоком, поесть фруктов. То есть на завтраке мы еще как-то обходились более-менее нормально, но вот обедать и ужинать приходилось идти в ресторан. А в ресторане, во-первых, очень высокие цены. Во-вторых, если ты хочешь съесть что-то более-менее здоровое, да, то это тебе выйдет, ну, одно блюдо как минимум долларов 25. То есть и каждый день 25 плюс 25 и умножить на 2, ну, как-то это слишком, слишком много получалось. Поэтому, друзья, мы начали думать о том, как же нам перестроить наше питание, потому что на самом деле уже было, уже чувствуешь, как идут лишние килограммы, потому что ты не ешь вообще ничего здорового. Казалось бы, ты живешь в жаркой стране, здесь все растет, авокадо, фрукты, да, все, что хочешь. Но вот у них вот эта американская культура, она настолько въелась, что у них все блюда это картошка фри, это импанадо, это пицца, это паста. Все это непонятно на каком масле. Все это, в общем, вызывает огромные сомнения. И когда ты смотришь, в принципе, на венесуэльцев, на этих людей, ты понимаешь, что да, не зря у них тут такие большие попы. Простите за выражение. Вот, друзья, поэтому, конечно, мы начали бить тревогу, потому что у нас как бы планы наоборот скинуть вес, да. А мы здесь набираем, ну как-то странно, вроде в жаркой стране, наоборот, должны все худеть. Вот, и, соответственно, мы пришли к тому, что поняли, нам нужно готовить самим. Только так мы сможем контролировать то, что мы едим, и, соответственно, как-то начинать уже выходить на более здоровое питание. Потому что здесь его сделать по-другому невозможно. И так как мы здесь живем, да, то есть нам никуда от этого не деться, нам в любом случае нужно находить варианты, потому что цены тут безумные. Тут как бы можно работать только на одни рестораны и в итоге толстеть. Вот, поэтому, друзья, даже в магазинах цены как бы не дешевые, поэтому мы начали активно искать тот, так скажем, образ жизни, который бы нам подошел именно здесь. И мы уже давно, конечно же, наслышаны про кета. Давным-давно уже многие из наших друзей на нем сидят или сидели, и нам его рекомендовали. Но когда ты не в теме, да, то есть тебе это как-то все по барабану, тебе в одно ухо влетело, в другое вылетело, ты, в общем-то, ничего не понял и не хотел понимать. Но когда ты уже в теме, ты уже начинаешь разбираться в деталях и в нюансах. И мы, в общем-то, начали погружаться в эту тему. На данный момент я веду блог в Инстаграм на данную тему, тема кета-диеты, да, там я публикую различные рецепты, КБЖУ, то есть то, что я конкретно готовлю каждый день обед и ужин, да, то есть я пишу там о кето и о интервальном голодании, то есть я рассказываю все то, что узнаю сама и делюсь этими знаниями с вами. Точно такой же блог есть в ВКонтакте, потому что у многих не работает Инстаграм, они не хотят запариваться с VPN, поэтому для вас блог ВКонтакте. Для тех, кто не сидит ни в одной, ни в другой соцсети, для вас есть канал Дзен, который тоже очень хорошо читают, очень хорошо комментируют, поэтому, друзья, если хотите, подписывайтесь на него. Ну и я надеюсь, что в Ютубе я тоже как-то буду регулярно продолжать записывать вот такую рубрику про кето. Итак, друзья, и когда мы, собственно, начали погружаться в тему кето, мы, естественно, обсуждали с друзьями, там, с коллегами и так далее, и так далее, кто в этой теме, кто хоть немного знаком, что они об этом знают. И поняли, что все-таки люди не совсем до конца понимают понятие кето-диеты. Это даже не кето-диета, это кето-образ жизни. То есть люди на самом деле, когда переходят на правильную вот такую еду, которая поддерживает кето, да, они уже обратно на вредную вряд ли переходят. То есть и получается, что это образ жизни, то есть вы перестраиваете свой организм абсолютно на другую еду. И да, это трудно. И это вообще трудно для понимания, да. Когда, например, тебе все детство говорили, что картошечка – это классно, и ты любишь картошечку во всех видах – жареную, пареную, толченую, да, там, любую. Ты ее просто любишь. И когда тебе говорят, что теперь картошечку нельзя, ты такой, ммм, даже не знаю, стоит ли мне садиться на кето, да. Вот, друзья, но почему кето? Потому что это здоровье. Почему здоровье? Потому что когда вы начинаете изучать кето, вы понимаете, что это не просто питание. Это здоровое питание. А, как известно, наш организм будет здоровым, и 90% отвечает за это именно питание. И уже потом физическая нагрузка, да, эмоциональная нагрузка и так далее. То есть, друзья, когда мы начали изучать кето, мы поняли, что, во-первых, от питания зависит уровень сахара в крови, да, ваш инсулин, скачки вашего инсулина, все ваши сердечно-сосудистые заболевания. Даже облысение иногда имеет причину в неправильном питании. Соответственно, влияние алкоголя, влияние глютена, влияние ГМО, влияние различных некачественных продуктов, да, и, соответственно, наоборот, то же самое. Как влияет на организм все правильные продукты, типа яйца, авокадо, оливковое масло, миндаль, орехи и так далее. Когда ты изучаешь кето, у тебя четко разделяется граница на до и после, потому что ты четко понимаешь, какой продукт полезен, какой нет. И по многим причинам был сделан выбор именно в пользу кето, потому что ты уже понимаешь, да, по составам продуктов, по своему меню, ты уже понимаешь, насколько твое здоровье улучшится или ухудшится с тем, что ты ешь. Поэтому, друзья, вот такую новую рубрику я завожу. Присоединяйтесь, если вам интересна тема похудения, здорового питания, как в 50 лет выглядеть на 30, да, то есть я лично хочу сохраниться как можно дольше. Поэтому, друзья, я именно сейчас, в 31 год, начинаю правильно питаться, и я очень надеюсь, что я как бы продолжу в этом же направлении и не буду, так скажем, сбиваться с этого правильного пути. Вот, друзья, поэтому присоединяйтесь. Кому удобнее будет смотреть меня в каналах, подписывайтесь. Обязательно со всеми общаемся, отвечаем на вопросы. И, друзья, включайте следующий ролик. Там мы поговорим с вами о самых базовых вещах, на которых строится кето-похудение. Именно кето-диета. Почему она эффективна, и что нужно делать, чтобы, в общем-то, войти в кетос и начинать активно сбрасывать свои килограммы. Поэтому, кому эта тема интересна, жду вас в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok